Встречается нас с этим базу. Целоваться не целовались, но весь вечер о чём-то мило разговаривали. После училища куда будешь поступать? Не знаю, а я в военное пойду. Вот бегай себе по двору и тявка высоких материй. Чё, угадал? Всё, ты после Суворовского куда пойдёшь? А вы как? Мы? Военное. Я тогда тоже. Вот на тобой из глаз-то какой! Висит, как топор! Ты куда будешь поступать? Можно пойти в Инъяс? У меня там дядька замкафедрой. Ну что, Байри что-нибудь приду? Вполне могли бы. Я ведь тогда не пришёл. Где бабки просадил? Ну-ка колись! Я же говорю, цыганка пристала и забрала, короче. Деньги верни. Да нет у меня денег. Вот Бог взял. Бог взял? Может, и ты туда хочешь, а? Может, вы вместо меня урок проведёте, Макаров? Слёвку. А вы деньги забрали, да? Твою бабушку. Клянусь стать офицером. Клянусь. Я ещё раз спрашиваю, откуда кровь в вымывальнике? А может, там кто-то брился? А, так он в милиции, что ли, работает? Круче. Цыганским бароном он работает. Вы срываете мне урок, Макаров! Да вы срываете мне урок, это вам не школа, а скоростка училища. Синицын. Откуда это у вас? Товарищ майор, это мы клятву давали. Какую ещё клятву? Мы поклялись, что все поступим в военное. Сегодня мы закрепим элементы венского вальса, который разучивали с вами на прошлых занятиях. Помогут нам в этом девушки из хореографического училища. А он стон, он рыжий, я в прошлый раз танцевал. Так я ей все ноги поаптоптал. Готовься, печка, она мстить пришла. Так, прошу вас разбиться по парам. Извини, но в прошлый раз ты танцевала с ним. Да, вот с ним. Так, встаем по кругу, все на свои места. И пять, шесть, семь, восемь. И раз-два-три, 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 раз-два Как вы хотели бы. Ну, так я думал, что… Макаров, все ваши проблемы, от того, что вы слишком много думаете. Вам что, отдельное приглашение прошу? И раз-два-три, 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 раз-два-три. Не сбиваемся в центр, больше встаньте в круг. Раз-два-три, раз-два-три, раз-ва… Отлично, Макаров. Раз-два-три, 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 раз-два-три… Макаров, что вы делаете? Полина Сергеевна, злая ведьма заколдовала мою возлюбленную. Теперь она стала деревянной и бессердечной. Может быть, страстный поцелуй может разрушить эти чары. Макаров, что вы делаете? На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду. Все, ну, как бы, долго говорить не буду, времени нету, скоро автобус. Значит, это, дело такое, ты Михалыча помнишь, да? Какого Михалыча? Ну, сосед, который через два дома от нас живет. Ну, помню. Вот, хороший человек, знаешь, он всегда нам помогает, там, и навозом, и конем. Ну, и что с ним? Да ничего, нет, с ним все нормально. Дочка у его, Ольга, помнишь? Ну, сисястая такая. А с ней чего? Да ничего, с ней нормально все. Она в этом году решила поступать на подготовительные курсы. Ну, в институт, короче. Отчим Михалыч приходил, значит, принес, как говорится, все. Что принес? Эту, какую, контрольную. Какую контрольную? Да по математике ж. В общем, короче, все, решили, на, на, надо порешать. Я? Ну, надо помочь. Тем более, что председатель его в бригадиры метит. Пап, так у меня же времени будет. Это я ему говорил. Короче, мы решили, он профинансирует. Я даже у него, вот, задаток взял. Ха-ха. На, держи. Пап, так это… Держи, держи, держи. Спасибо. Ну? Пап, а если я не смогу? Чего не сможешь? Ну, контрольную эту решить. Давай же, что ты? Тупее Ольги, что ли? Панно. Не нокай. Эти не лошадь. Это приказ, понятно? Давай вон, давай. Мазни заправляй лучше. Сухой. Сухой. В треугольнике медианы как пересекаются? Сухой. Сухой. Сухой уровень с перепечеством. Я. Садитесь. Вы сейчас чем должны заниматься? А? Географией. А при чем здесь пересечение медиан? По-моему, понятие медианы относится к геометрии. А я это… Я имел в виду, ну, меридианы. Ну, пересечение меридианов. Где? В треугольнике? Странно. Я до сих пор был уверен, что земля круглая. Чем вы там занимаетесь, Суворовец? Извините, товарищ майор, но мне это… Мне геометрию надо подтянуть. А тройка по географии ваша устраивает? Геометрия у вас, кстати, твердая и четыре. Может быть, логичнее было бы географией заняться? Эй, народ! Слушай, сюда. Кто угадает, что у меня сейчас в кармане, тот молодец. Ну, видишь? Мимо. Шоколадка. Ну, так, Печка, ты вообще-то со своими продовольственными версиями даже не лезь. Ну, ладно, томи. Ну, так… Опа! Билет на футбол! Какой еще футбол? О, сельпо! На шок играет. В общем, есть маза на шару на матч попасть. В смысле на шару? Билеты халявные. У меня чуваки удали, в общем, они в фан-клубе и день и ночь торчат. Ну, в общем, они мне эти билетики подбендели. Слушай, а что, сегодня в фан-клубе рождественская распродажа, что ли? Да не, не, пацаны, просто понимаете, у них, в общем, три матча до конца сезона осталось. И надо как-то пацанов поддержать. Так, понятно. Ну, а что там делать-то сухой? Ну, парни, ну, поймите, просто в локомотиве есть реальная возможность побороться за чемпионство. Надо помочь. Сухой, я в футболе ничего не понимаю. По-моему, локомотив – лузеры. В каком там дивизиуме? Какие лузеры? Премьер-лиги. Подожди, а ты что хотел? Лиги чемпионов, что ли? Пацаны, вы что, не врубаете, что ли? Это такой адреналин на фанатском секторе бороться, просто вообще с ума сойти. Там народ тысяч пять собирается. Это вам такой кач. Просто вообще любая дискотека отдыхает. Слушай, сухой, а можно мне два билетика? Я с собой брата возьму, а то он меня по этим делам просто прет. Ну, ладно, я тоже тогда пойду. Хм, посмотреть хоть, что это такое? А с кем хоть играют? Торпед Москва. Что-то я не слышал про такую команду. Ой, Печка, не волнуйся, мне вообще-то о тебе тоже не слышат. О, извините. Товарищ генерал, я, в смысле, Владимир Анатольевич, ну, то есть, в смысле, Марьяна… Вышла. Ну, хорошо, я, значит, тогда… Попозже зайду. Она в процедурную пошла за мазью. Садись. Да нет, я тогда, товарищ генерал, я потом… А потом это чай остынет, потому что Марьяна Владимировна закипятила чай, а я тут со своей этой мазью. В общем, садись. Да, так, так точно. То есть… Спасибо. Извините. Вот. Ну, что? Как обстановка-то на личном фронте? В атаку ходил? Или все, разведка? Ну, вот так. Сказать откровенно, товарищ генерал, на самом деле, это… Пока, как говорится, обозы подтягиваем, силы копим. Долго подтягиваешь обозы. Ну, так получается, да. Да провоцируешь на отступление. Пора уж ближний бой. Ну, как? Тем более, посмотри, она, какие планы Наполеоновские вынашивает. А что здесь, можно взглянуть? Ну, это гороскоп, это совместимость знаков зодиака. Опа. Я даже думаю, что кто-то из вас тут и лев, и скорпион. Как кто? Я лев, товарищ генерал. Ничего, что я рядом. Нет, ну, серьезно. Нет, если я лев, то получается, она как раз и скорпион. Получается, что даже дня рождения, я не знаю. Ну, так что, пока еще это… Ну, как сказать, не очень. Точно, но… Все, обозы, обозы. А вот как раз день рождения у нее, по-моему, в ноябре вот-вот, числа пятнадцатого или восемнадцатого. Ну, пожалуй, надо в ее личное дело заглянуть. Товарищ генерал, извините, а можно ли мне будет одним глазком будет? Леонид Вячеславович, нашла. Извините. Добрый день. Здравствуйте. Я вот, как бы… Марьяна Владимировна, я тогда вас покину. Большущее вам спасибо. Так у вас чайку? Да нет, я недавно кофе пил, поэтому не люблю смешивать. Ну, да. Тем более, у вас тут всего два стакана, так сказать. Товарищ прапорщик, вы потом ко мне зайдите. Так точно? Да мы кое-куда с вами глянем. Есть, товарищ генерал, непременно зайду. Вот. Так, дверь, дверь живи ему по стене. Летчики-залетчики. Территория должна быть чистой, как совесть наржуны. Перепечка. Я товарищ прапорщик. Перепечка, скажи мне, ты про конкурс стен газет между взводами слышал? Никак нет. Как не слышал? Ну, сейчас я тебе рассказываю, от каждого взвода нужна стен газета. Причем желательно красивая. Так это, я даже рисовать-то не умею. У меня поездов в школе было три. Правда? Ну, я, впрочем, так и думал. Скажи, Перепечка, а ты вот, получается, не знаешь, кто тот умелец, который, ну, вот этот шарш нарисовал? Философия плюс медицина там. Так вы же меня уже спрашивали, я же говорю, не знаю. Точно не знаешь? Так точно? Ясно. Ну, тогда передай от меня, этому умельцу, этому самородку, что мне срочно требуется его помощь. Да, и еще скажи, наказывать я его не буду. Понял? А кому передать-то? Я же говорю, что я не знаю. Вот ты передай тому, кто знает. Еще раз повторяю, наказывать я его не буду. Выполняй. Ты что, меня сдал, да? Ничего я тебе не сдал. Вы про какую-то тебе газету задвигал? Так, Суховлин. О, надо же, никогда бы не подумал. Что ж ты, Перепечка, говоришь? Я не знаю. Товарищ прапорщик, так вы же обещали, не наказывать. А я наказывать и не собираюсь. Ну, вот искупить придется. Суховлин, ты понимаешь, какое дело? Тут у одного очень хорошего человека скоро день рождения. Знаешь, хотелось бы какую-нибудь такую крыточку, такую, знаешь, высокохудожественную. Товарищ прапорщик, так вы же что-то про Стенгазету говорили? Так, Перепечка, проблем никаких нет. Будешь рисовать Стенгазету. Вот, Суховлин, сможешь создавать Шахадеву? Даю тебе четыре дня, причем без наряда. Хорошо, товарищ прапорщик, но что за подарок открытка? Пусть вам лучше Трофимов стихи напишет. Он такие классные стихи пишет. Просто вообще. Пушкин отдыхает, честное слово. Трофимов, правда что ли? Да, не верьте ему, товарищ прапорщик, стихотворение так и фигня какая. О, скромник, а? О, не, скудевая, русская земля талантами. Значит, делаем так. Трофимов пишет высокохудожественные стихи прямо в открыточку, которую высокохудожественно нарисует Суховлин. Вот так, орелики. Давайте, выполняйте. По-моему, иди. Падалак, что ли? А что мне делать? Зачем ты сказал, а? Чего ты ржешь-то? Что ты скалишься, а? Все началось с тебя. Ты что сразу стрелкой переводишь? Какие стрелки мне делать? Мы про гимнацию поднимем, что ли, а? Полина Сергеевна, Полина Сергеевна. Слушаю вас, Суворович. Полина Сергеевна, я хотел бы извиниться. Извиниться за что? За наш разговор. Какой разговор? Помните, тогда в коридоре я наговорил много личного. Про барбоса там, про щенет этих. Упросите меня, пожалуйста. Я не понимаю, про какого барбоса вы говорите. И разговора я тут не помню. Полина Сергеевна. Максим, учите лучше уроки. Не забивайте себе голову лишней информации. Синус альфа равно минус косинус пи минус альфа или пи на два минус альфа. Блин. Синица. Синица, проснись. А? Что случилось? Слушай, помнишь, мы клятву давали? Какой клятв? Ну, помнишь, мы на крови поклялись, что будем помогать друг другу. Да, и что? Слушай, ты мне можешь тут помочь? Ну, по математике тут решить кое-что надо. Что, прямо сейчас? Нет, можно завтра. Завтра и подходи. Ну, тут просто задача вот тут. Летюшка, завтра, все завтра. Прошу. Прошу. Товарищи офицеры, у нас в училище произошло ЧП. Вот, полюбуйтесь. Откуда, товарищ генерал? Вчера нашли в туалете учебного корпуса. Что, использовал? Ну, как видите. Леонид Вячеславович, а что там было внутри? Подозреваю, что не глюкоза. Да ну, товарищ генерал, этого не может быть. Не может быть, а вот оно есть, дожили двадцать лет в училище. Первый раз такое вернули. Ну, спокойно, спокойно, Александр Михайлович. Криком здесь не разберешься. И все равно, товарищ генерал, я не думаю, что это кто-то из суворовцев. Они же под контролем. Не думает он. Ну, если не суворовцы, кто? Кроме-нибудь из нас? Из офицеров, из педагогов? Ты знаешь, как сейчас детям впихивают? Прямо в школе, вот под язык, в нос, в вену и все, что хочешь. Товарищ полковник, это в школе, а мы-то за забором. Ну, Василюк, нашел преграду для наркотиков. Забор. Товарищ полковник, так может построить всех? И проверить. Вены там, или я не знаю, товарищ генерал. Поставить. Давайте еще всем училищам сходим в наркологический кабинет. Так что ли? Товарищ генерал, ну, надо что-то делать. Значит так, офицерам-воспитателям усилить контроль. Александр Михайлович, лично отвечаешь? Есть. Ну, а проверить, конечно, всех надо. Только делать это надо очень деликатно. Ясно? Так точно. Так точно. Свободны. Семь, восемь, девять. Достаточно, Сухомлин. Товарищ мэр. Я еще могу. Все, хватит. Слезай. Ух, ну-ка. Видали, какие банки накачал, а? Молоток, Сухомлин. Ставь в строй. Есть. Слушай, ну-ка. Семь, что-то так холодно. А че мы в майках-то, а? Заканяй-то, я не пью. Перепечка. К снаряду. Я? Ты, ты, родной, ты. Живей. Есть. Здравия желаю, товарищ Волканом. Привет. Ну что, как у тебя? Все чисто. Ни у кого ничего. Всех проверил? Да. Так точно. На руках. Ни у кого ничего нет. А в других жадах как? Да тоже пока тишина. Ни у кого ничего. Да, вот так вот. Воспитываешь-воспитываешь, растишь-растишь. Потом трак, бах. На. Получи и распишись. Товарищ полковник, а эту гадость ее, ну, как, только в руки колет или, может, еще куда-нибудь? Черт тебя знает, куда ее колет. Я ведь не специалист. Я вам этим не увлекаюсь, сам понимаешь. Просто у нас сегодня вечером баня. Я подумал, может, он тоже… Присмотреться. Присмотрись. Присмотрись, майор. Баня – это хорошо. У-у-у-у. Баня – это полезно. Присмотрись. Есть. Блин, че это за проверка среди недели? Тебе надо, чтоб тут график проверок, да, повесили? Не пищи с птички, опять-нибудь кто-нибудь сдохнет. Чего это твое? Да ладно тебе. Ты сейчас занят? Мы же займемся, а? Чем? Как чем? Математикой. Какой математикой? Ну, мы же договаривались. Когда договаривались? Ну, ночью. Ну, заняться математикой. Чего? Мы с тобой договаривались ночью заняться математикой? Не ночью заняться. Сейчас заняться. Ну, ночью мы только договаривались. Ты что, не помнишь? Я ночью пришел к тебе, а ты говоришь, подойди завтра. Ну, то есть сегодня. Да помни я все. Расслабься. Давай, чего там у тебя? Вот смотри. Это что? Контрольная. Для поступления на подготовительные курсы. Ну, меня попросили решить. Слушай, ну тебя попросили, ты и решай. Как? Ты же обещал. Ты вот эти задачи видел? Это уже десятый класс. Илья, ну пожалуйста. Слушай, я тебе что, вундеркинд? Ты же на Олимпиаде второе место занял. Мы же кровью клялись. Да, мы клялись кровью. А ты ее пьешь теперь. Илюх, ну пожалуйста. Ну, меня батя попросил. Петька, ты? Ну, давай что-то. Ну что, неплохо. Да, очень даже неплохо. Картинка, что надо. А вот стихи. Стихи у нас подкачали. Да, ты был прав, Трофимов. Ну, честное слово, ну, ерунду какую-то сочиняешь. Конечно. Ну, что это вот такое. Ну, и оставайся навсегда неувядающим цветком. Ну. Ну, это пожелание такое. Пожелание. Я не знаю. Лично у меня вот неувядающие цветки всегда с кладбищем ассоциируется. Это все-таки день рождения, ну что. Или вот, взглянув на жизнь сквозь эту призму, поймешь, что это не беда. И сохранишь свою харизму на все дальнейшие года. Ну, харизма – это яркий характер. Да ладно, Трофимов, что я, по-твоему, идиот? Не знаю, что такое харизма. Вон некоторые, вон почему-то о харе думают. Все, орелики, давайте все это переделать. Так, товарищ прапорщик, вам же рисунок понравился. Рисунок понравился, а вот о стихе нет. Как говорится, дурная голова ногам покоя не дает. Вот так. Аналогии проведете самостоятельно. Свободно. Есть. Ну, что, сын, большой тебе привет от Михалыча. Он сам хотел приехать, но не смог. Дочку его на курсы приняли, так он третий день празднует. Так это, а что там по контрольной-то? А ты как думаешь? Ее же на курсы не закрасиваешь? Глаза приняли. Это тебе от Михалыча. О! А что там? Тут премия. Как ее это? Нобелевская. Тут все свежее, при мне паковали. Хорошая наука математика, да? И мозги тренирует, и желудок. А, ну да. Вот еще, смотри. Вот. Это, значит, председателя у него племянник в колледж поступает. А это вот зоотехника. У него там сын тоже куда-то. Пап, так когда я это все… Ну, Степка, ну не ной. Ну, с твоими мазами это сделать тебе, как коня привязать. Зоотехнику можешь так, левой ногой, это с него пользы, как с козла молока. А к председателю постарайся. Все-таки председатель – это фигура. А? Ладно? Да. О, молодец. Ешь давай. Слушай, Сухой, а можно три билета? А кому третий? Ну, брательника, подруга, тоже хочется пойти. Знаешь что, Михаил, ты подожди, потому что еще не все свои взяли. В общем, если останется, то вообще тогда без вопросов. Слушай, Синица, а ты на футбол не хочешь сходить? Не, я как-то к футболу ровно дышу. Так ты ж вроде на физре бегал. Ну, знаешь, самому играть это еще хоть как-то, а смотреть нет. Тягомочиво. Ой, отсталый ты человек, Синица. Знаешь что, Люха, в наше время футбол – это уже не вид спорта. Это уже социальное явление. Знаешь что хоть? Социальное явление – это мусор. Его надо убирать. Ну, убирай мусор. Слушай, Сухой, ну что там? Трофим, тебе повезло. Держи. Синица у нас, оказывается, фанат мусора. Да. Что ты звал? Держи. Вау. Это что, ваша фирменная? Ну, не наша, но тоже ничего. Тут еще вот пирожки, вот творожок. А что за праздник-то сегодня? Праздник живота. Это нам за контрольную. Ну, как тебе колбаса, а? А купить? Я ж говорил, долгу я не останусь. Сильная эта наука-математика тренирует и мозги, и желудок. Ты философ пишешь. А ты думал? Ну, теперь мы с тобой заживем. В смысле? Да заказы посыпались. Какие заказы? Ну, батя еще контрольную подкинул. Ты чего? Без меня. Подожди. Ну, ты прикинь, сколько мы заработаем, ну, на этих паеках? Синица, подожди, ты куда? Я на диете. Мишка, горячий, пожалуйста. Спасибо. Стоп, Паша. А чего это? Мы даже не здороваемся? Привет. Прости, не узнала. Спасибо. Богатым буду. А ты чего не в училище? Увольнение, да? Ага. Бессрочное. В смысле? А тебе что, твой дятел еще не настучал? А, он же не дятел. Синичка, да? Подожди. Ты что, из училища ушел? Закончил. Экстерном. Спасибо твоему перенатому. А при чем здесь Илья? А, он тут ни при чем. Он вообще ни к каким боку. Мишка, прости, ты толком объяснить мне можешь? Вот пусть он тебе все и объясняет. Кстати, поклубиться-то не желаем? У нас тут, у центрального дискачин новый открылся. Нет, прости, не желаю. Я спешу. Пока. Передай своему попугаю. Игра не закончена. 1-0. Это временно. Слышь, Сухой, так а че, правда наши с торпедой играют? Че тебе надо, Печка? Ну, так слушай, я кричалку придумал. Ну, кто болеет за торпедой, кто-то остался без обеда? Е-е-е! Слушай, Печка, у тебя, наверное, дома вместо лампочки булочка висит, да? Почему это? Так, а че у тебя все про еду, а? И потом, тут по временам не совпадуха. У тебя, смотри как, у тебя, кто болеет, тот остался. Тогда уже, наверное, тот останется. Вот так. Ну, так кричать неудобно. Слушай, кто болеет за торпедой, тот останется без обеда. Е-е-е! Размер неправильный. Слушай, Печка, шел бы ты, а? Я умыться хочу. Так это, подожди, у меня еще другой вариант есть. Слушай. Печка, давай-ка. Кто болеет за торпедой, тот цилиндр от мопеда. Слушай, ты, поэт Хренов, иди-ка со своими рифмами. Вон, Трофим помоги. У него как раз засада. Угу. Так это, тебе че, не нравится что ли? Слушай, Печка, а че ты вообще напрягаешься, а? Ты ж на футбол не идешь. Угу. Ну, так а это, почему это, я не еду? Так ты ж в наряд заступаешь. Кто сказал? Я сказал. Не понял. Блин, Печка, посмотри-ка вон на лист снарядов, там русским языком все написано. Че, правда? Кривда. Ты что, Трофим, строчит пельмячик за синий платочек? Блин, по философу достал. Ту ему объем не нравится, ту ему размер не нравится. Так, вот он где наш Есенин. Ну что, как муза? Все еще в отпуске? Товарищ прапорщик, ну, тут есть один вариант. Ну-ка, ну-ка, давай, давай, взгляну. Так. Так что, что ты мне опять открытку-то испоганил? Почему испоганил-то? Ну, как почему? Что ты тут написал-то? Пусть каждое утро встречает тебя улыбкой самца. Какого еще самца-то? Там не самца, там солнце. Подожди, как солнце-то? Самца, вот у тебя, это же А у тебя. Ну, это М. А это почерк такой, каллиграфический. Значит так. На, вот, держи. А что это? Это стихи, очень хорошие стихи. Вот перепишешь их, только не этим своим каллиграфическим почерком, а чистенько и аккуратно. Вот так, держи. А с этим что делать? Что делать? Не можешь, как Пушкин, сделай, как Гоголь. Сожги. Ну, ладно, ладно, шучу. Оставь на память для потомства. Все, давай, выполняй. Ну что, Гоголь, спички дай? Ну, клево же получилось. Макар, ты же читал. Ну, что у нас там считается нормальными стихами? Как часто мы во сне мечтаем о весне, Я живу весной и не знаю, что за мной. Ты словно солнце луч, что вылез из-за тучи. Редко выйдет. Да, небось, сам сочинил и радуется. Сам? Ну, тогда это гениально. Оскар. Слышь, Сухой. Чего? А фанатские места не же не прямо за воротами. Да не боись, Трофим, там все путем. Четко по центру. В общем, запах от трибуны, все очень круто. Круто, слышь, Сухой. Ну, мы все репетнем еще раз, а? Все, прям здесь ты? А че? Хорошо. Ладно, парни, в кучку собрались. Девушку, которая поет! Нет! Девушку, которая поет! Нет! Бутылка лимонада! Нет! Бутылка шоколада! Нет! Ящик папилана! Нет! Московский Спартак! Нет! Синит, не игра! Нет! Финал Московский! Нет! Финал, как Волска! Нет! 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 Сколько чемпионов? Да! Локот! 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 Я в руку! Локот! Локот! Это что это здесь за тифозе собрались, а? Товарищ майор, мы на футбол собираемся. А я думал, на речку рыбу глушить. Товарищ майор, мы просто репетировали. Плохо репетировали. Мне не понравилось. Почему, товарищ майор? Я вообще-то за ЦИСКА болею. ЦИСКА! Москва! ЦИСКА! Москва! Ха-ха-ха! Отставить смех. Бокмаки! Вы идете в увольнение. Надеюсь, все помнят, зачем вы туда идете. Чтобы повидать родных и близких, отдохнуть, а не заниматься там всякой ерундой. Так, товарищ майор, а мы никогда ерундой не занимаемся. А вот и не занимайтесь. Сухомлин, игривое настроение. Сейчас останетесь в казарме. Многие ваши сверстники почтут за честь, если вы с ними выпьете, покурите или еще там что-нибудь. Надеюсь, у всех мозгов хватит, а? Так точно, товарищ майор! Да, надеюсь. И еще. Некоторые из вас на футбол собираются. Футбол – дело хорошее, сам люблю. Но для вас напоминаю. На стадионе вы прежде всего суворовцы, а потом уже болельщики. Кстати, кто сегодня играет? Локомотив с торпеда. И кто, думаете, выиграет? Ну, локомотив, конечно же. Лока-чемпион. Ну да. Как там говорят, на футболе поле ровное, мяч круглый. А ЦСКА – чемпион. Товарищ майор, все за гадости. Свободный. Тебе с сахаром? Да. С каких это пор ты футбол стал смотреть? Да я не футбол смотрю, а на трибуны. Там сейчас половина нашего взвода. Счет хоть знаешь? Один ноль. Пока в нашем. Илюш, а что там с этим Мухиным? Его что, из училища выгнали? Ты откуда знаешь? Ну, знаю. Мы случайно встретились с ним во дворе. Ну, что он тебе наболтал? Ну, да ничего. Но я поняла, что это как-то с тобой связано. Сам виноват. Может, расскажешь? Да нечего там рассказывать. О! Фанатский сектор показывают. Ну, а где наш? Илюш, ну ты поосторожнее с ним. Может, не ходил бы один в увольнение? Я его не боюсь. Да я понимаю. У него компашка одна есть. Там все какие-то мутные. О! Один один. Че со стоишь? Мух том ловишь, а? А что? Ничего. Где народ? В увольнение. Вососом живется, а? Хочешь в увольнение? Хочешь бабки на блины? Из офицеров кто есть? Нету. Вова Млафа, а? Ладно. Одевай дальше. А ты куда? Попой чистить провода и ломать антенны. Тебя забыл спросить, куда? Так это не положено вообще-то. Че не положено? Ну, в расположении постороннему. Постороннему? Это кто тут посторонний? Это ты тут безгоду недели нашел постороннего? Стой и смотри, чтоб действительно посторонний не зашел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну че, сос, враги не заглядывали? Никак нет. Молодец. Хорошо службу несешь. Слушай, у меня к тебе тут просьба есть. Ты не говори никому, что я заходил. Лады? Почему это? Ну, потому что я тебя прошу. Потому что, понимаешь, все говорят вокруг третий взвод, третий взвод, лучший порядок. Зашел, посмотрел, так, ничего особенного. Так ты что, порядок заходил смотреть? Молодец. На лету схватываешь. Кстати, это не ты там с Вероникой Шуры-Мура? С Вероникой? С Вероникой, с Вероникой. Да расслабься. Она в моем дворе живет. Ничего, девка, правда? Ну, правда. Ну, как ты думаешь? Ей же не нужен парень со сломанным носом. Я? Ага, ты. А за что? Если болтать много будешь. А ты же не будешь. Вот и умница. Ладно, увидишь Веронику, скажи привет от Шкета. Ладно. Вань, а что это за стихи? Что, не нравятся, да? Да нет, просто они такие слегка наивные. И в то же время ты их сам сочинял? Ну, как это? В общем… Ну, да, так точно сам. Спасибо. Мне еще никто стихов не писал. Скажи, а вот эту открытку ты тоже сам рисовал? Ну… Мазня, да? Нет, ты очень хорошо рисуешь. Рисуешь, наверное, чаще, чем стихи пишешь. Ну… Слушай, Маш, а у меня что-то беда… Не все еще подарки… Во… Сейчас… Ну, смотри… Ой, видишь? Какие красивые! Да! А я, знаешь, подумал, ну, что мы все время здесь стаканов-то пьем? Как эти… чай все-таки… А тут вот чашки… По вечерам можно будет… Чай из чашек… Так… Что, нормально, да? Только их тут четыре же… Ну, да, четыре… Ну, придется кого-то приглашать… Зачем еще приглашать-то? Ну, там же… Дети пойдут… Какие дети? Ну, как какие-то… Чего ж… Ну, я имею в виду… Цветы жизни… Не, я понимаю, не сразу, конечно… Ну, мы же потом-то… Поженимся эти… Да? Ну, если… Подожди, ты… Ты что ж это… Предложение мне сейчас сделаешь? Маша… Ну, лучше давай считать, что… Что так… Если… Ты, конечно, не против… Слушай, печка там философ… У Васюлька никого нету… Нет, а что случилось? Пацаны, давай бегом… Откуда вы так… Из луны мы, печка… Печка, слушай, сюда… Нам надо умыться и почиститься… А ты пока стой здесь и смотри, чтобы никто не зашел… Понял? А если зашел, то что? А… Смирно! Да уж… Смирнее не бывает… Партизаны нашлись… Гуськом они… Вдоль стены… Вы что, не понимаете, что таким образом только привлекаете внимание? Товарищ майор… Вы их инструктировали, как нужно вести себя на футболе? Так точно… Товарищ подполковник, мы до футбола даже не дошли… Что значит не дошли? Вот так… Мы только подходили к стадиону и тут эти… торпеды… Они и сами на нас набросились… Понимаете, их просто в три раза больше было… И все… То есть, фанаты торпеды в безобидно идущих суворовцах сразу угадали болельщиков локомотива… Не слышу… Как все было… Товарищ подполковник… Я там просто крикну кое-что… Что вы крикнули, молодой человек? Да так… Кричалку безобидную… Какую? Воспроизведите… Там… Кто болеет за торпеду, тот дурней велосипеда… Действительно… Чего это они вдруг обиделись… Так, а это что такое… Что это? Так это… Это чтобы болеть… Болеть это как? Горло завязывать? Это фанатский шарф, понимаете, товарищ подполковник… Что-то я не припомню такого атрибута в парадной форме суворовца… Значит так, товарищ майор, проверить все тумбочки… Под кроватями, под матрасами и все вот это на помойку… Есть… Ну, товарищ подполковник, это же… Так, вопросы есть? Чьи-то носки… Мои… Тогда что они здесь… Вместе с сочником делают… Убрать… Есть… Убрать… Это что? Ручка, товарищ майор… Убрать… 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 Так… Это что такое? Синицын, перепечка… Чье это? Чья это полка? Моя… Что это? Я не знаю… Что тут, товарищ майор? Что тут, товарищ майор? Что это? Марихуана, что ли? Русские измена? ПОДПИСКОРМЕНИЕ РУСССРА ОТВАЮДЕО ВЗДУЕТ ЗАВАЩЕ СИЗМЕНИЕ РУСССРА ОТВАЮДЕНИЕ ПОДПИСКОРМЕНИЕ ЧЕСЬ ПОДПИСКОРМЕНИЕ УССРА ОТВАЮДЕКОРЬСКОРМЕНИЕ Продолжение следует...